Я нахожусь в февральмоническом обществе Санкт-Петербурга. Сегодня наша тема – Александр Варламов. Александр Владимирович Варламов жить не мог без джаза. Это он решил про себя так. Вообще он родился в 1904 году в Ульяновске, тогда это назывался Симбирск. И даже есть такая интересная деталь, что его отец учился в одном классе с Володей Ульяновым в гимназии. Ну вот из ульяновских Варламов. И к тому же он племянник какой-то дважды внучатой, там, доминитого Варламова, который писал романсы. То есть это такая музыкальная династия. И вот один отбившись от стада, человек, который пошел в джаз. Причем не сразу. Он решил в Москве поступать в ГИТИС, его интересовало актерское мастерство, он считал себя хорошим артистом, но потом джаз победил. И создал он свой оркестр при Доме Советской Армии в Москве в 1934 году. Чтобы понять возможность создания такого коллектива, давайте вспомним, что с 1926 года уже есть оркестр Александра Цфасмана. Оркестр этот популярен на танцах и популярен в ресторанах, популярен там, где люди хотят танцевать. Концертная жизнь у Александра Цфасмана почти не существовала. Изредка его просили на лето съездить куда-то, он неохотно набирал певиц там и ехал. Но для этого были песенные джазы. Утиосовский оркестр, оркестр Бориса Ренского из Харькова. Эти коллективы постоянно ездили и давали эстрадные программы. И джаз, и эстрадная музыка были сёстрами, близнецами в то время в Советском Союзе. И джаз был, я хочу всем напомнить, просто танцевальной музыкой. Варламов понимал, что такое джаз. Он очень хорошо знал американский джаз. Но он понимал, что и в Америке под эту музыку танцуют. Но по качеству звучания оркестр Варламова в каких-то моментах превосходил оркестр Цфасмана. Мне очень трудно найти какие-то слова, чтобы мы поняли эту разницу. Цфасман был академически образованным пианистом. Создавал оркестр строжайшую дисциплину и добивался точнейшего исполнения всех указаний. Варламов был человеком, который проводил репетиции с музыкантами в шуточках легко. И потом допускал некий, ну скажем, допустимый художественный хаос небольшой. Дескать, вот всё правильно, чуть-чуть неправильно, ну тоже хорошо, потому что забавно, скажем так. Поэтому у него немножко больше был фонады какой-то такой в аранжировках его. К тому же он подражал многим американским оркестрам, уже не английским и немецким. И я обратил бы ваше внимание на то, что он с огромным пиететом относился к тому, а как звучит ритм. Потому что главное – это ритм. И в этом отношении лучшим примером в советском жале 30-х годов является его запись темы американского автора Виктора Янга, который называется «Свитсу». «Свитсу» – так по-русски написано на пластинке. На самом деле, поймите, это английское «свитсу», то есть «милая сью» – американская песенка. Вот как она звучит в оркестре Варламова в записи 1939 года. «Свитсу» – так по-русски написано на пластинке. «Свитсу» – так по-русски написано на пластинке. Играет мелкая песенка. Субтитры создавал DimaTorzok Добавим такую подробность. Из ГИТИСа Александр удрал и поступил в музыкальный техникум на отделение композиции и занимался у Глиера, урагаль Левицкого. То есть человек познакомился со всеми основами композиторского мастерства. И, естественно, на пластинках, которые выходили с оркестром Варламова, обязательно есть его собственные мелодии. К некоторым его мелодиям были написаны слова, и ему создалось создать даже хит своего времени, я сказал бы. Это песня, которая называется «Уходит вечер». Поэт Николай Коваль написал для него специальные стихи, и в записи Варламов сам поёт эту песню. На сцене он пел, так как рассказывают нам Ильф и Петров, есть заметочка Варламова, у них маленькая, он пел, пользуясь мегафоном, в такую трубу, знаете, звук в трубу. Микрофоны в то время ещё не были общим достоянием. Вот поэтому мы послушаем с вами, просто напомним вам, чтобы есть такая песня. «Уходит вечер», и мы не дослушаем её до конца, потому что это достаточно длинная песня, я просто её вам напомню. Но там есть момент, где он поручает тенору сексофонисту поиграть импровизацию, и говорит ему, «Не надо на гармонию, которую я написал. Мы перейдём в труитональность, и ты там погуляй сам какое-то время. Потом мудует модуляция, мы вернёмся, и я пропою снова куплет». Вот такое у него правило было. Тем самым эти оранжировки интересны для музыкантов, которые исследуют сегодня историю советского джаза. А публика эту песню должна помнить, мне так кажется. «Уходит вечер». «Уходит вечер» «Уходит вечер» «Вдали закат погас, и облака толпой плывут на запад. Спокойной ночи поёт нам поздний час, А ночь близка, а ночь на крыльях сна. С твоих ресниц слетают тихо грёзы, Стоят задумчиво уснувшие берёзы. Спокойной ночи поёт нам поздний час, А ночь близка, а ночь близка». Создавая оркестр в 1934 году, Варламов понимал, что он не хочет играть на танцах. Он создавал концертный оркестр, и для этого он использовал приехавшую в Советский Союз вокалистку американскую, которую звали Целестина Коул. «Академическая сопрано». «Драматическая сопрано». Совершенно не годится исполнять джазовые стандарты, но по тому времени было чрезвычайно важно, что это американская вокалистка, темнокожая, и это имело успех. Александр Сфасман был более циничен, у него тоже был чёрный исполнитель, но он говорил так. «Да ну, петь он не умел, но люди выстраивались автографы у него получать, потому что подлинные и так далее. На самом деле я его на гастроли не брал, только иногда где-то в Москве позволял выступить. Так что отношение было разное, и Целестина Коул не радует, наверное, наш слух, когда мы слушаем эти пластинки, но она помогла существованию оркестра. Оркестр был востребован как концертная единица. Варламову не нравилось повторять что-то, он не хотел такой состав иметь как Уцфасмана, поэтому в 30-е годы, в 35-36 году он создаёт при радиокомитете московском такую группу «Восьмёрка» джазовая. Малый ансамбль, но который играет аранжировки как для биг-бэнда. Эту «Восьмёрку» он записывает там какие-то пьесы некоторые, и они появляются вскоре на пластинке. Обратим внимание, на радио в это время работает оркестр Александра Сфасмана, и параллельно появляется ещё оркестр такая джазовая «Восьмёрка». И всё это существует официально. А в 1938 году он занимает пост уже, он руководит оркестром радио. В 1939 году его сменяет Сфасман, там всё время идут перемены. А он в 1939 году сменяет Виктора Кнушевицкого, который в то время руководит государственным джазом СССР. Вот знаете, Учёсов – эстрадный оркестр Российской Федерации. Это Московское радио, или радио, скажем, СФСР, так будем считать, да? В Армении есть свой оркестр под руководством Артемия Айвазяна. Есть оркестр Тофика Кулиева в Азербайджане, в каждой республике. Но поднимать эти оркестры едут аранжировщики из Петербурга, из Москвы, потому что, может быть, национальные кадры, хорошо воспитанные на своей собственной музыке, не могут понять чётко, что такое свинг и как сделать этот джазом. Поэтому много появляется коллективов, и вот тогда, скажем, Министерство культуры, тогда это называлось «Эндракомат» в культуре, принимает решение – давайте создадим образцовый оркестр, государственный джаз СССР, и репертуар которого будет обязательным для всех остальных. Происходит то, что происходило в театральном мире. Есть система Таниславского, есть МХАТ – равняйтесь. Всё, что идёт в Новосибирске – повтор того, что идёт в Москве. Липецк ставит те же пьесы, что ставит МХАТ. Есть образцы – Большой театр – это опера, МХАТ – это система Таниславского и так далее. Пытались в джазе сделать то же самое. Вот есть образец. Ну, образец этот записал первую пластинку, получилось так – не то, не счё. Половина песни, половина чуть-чуть джаз, да. Ну, такой мягенький джаз. С вас он тоже дал какие-то темы, ещё какие-то авторы появились. Во всяком случае, когда Варламов появляется в этом оркестре, он хочет сделать революцию. Он говорит – нет, давайте так, музыканты, давайте заниматься ритмикой. Вы умеете танцевать? Надо. Давайте, ну-ка, встаньте. Ну-ка, давайте вот так чуть попробуем. Вот так. Правой ногой, теперь левой ногой. Музыканты были возмущены, а он считал, что чувство ритма у музыкантов надо воспитывать артистическими методами. Он хотел принести то, что он знал по Гитинству, и соединить это с этой музыкой, которая тоже артистично, интригующе, драматургически. На мой взгляд, это интересное было явление. Ну, вот все его записи сделаны в то время, когда он руководил этим джазом государственным до войны. И он часто записывал пьесы, которые, может, нравились английско-американские пьесы. Сейчас послушаем 1939 год. Он записал тему Гомлина, которая называется «Веселый час». «Веселый час» «Веселый час» «Веселый час» «Веселый час» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Александр Сфасон показал одним своим произведением, которое называется «Неудачное свидание», что инструментальная музыка и вокальная могут хорошо уживаться. У него ведь там вокал вступает где-то там на четвертой минуте, а сначала оркестр играет эту тему, а потом случайно возникли какие-то дурацкие слова, и стало весело и хорошо. Вот Варламов идёт тоже по этому пути. Он оставил нам замечательную песенку шутливую, которую очень любила петь Людмила Гурченко, которая была популярна в народе, её любили и на танце использовали, она всегда звучала по радио. И называется эта пьеса «На карнавале». Пьеса Варламова это или нет, трудно установить, потому что он что-то взял от какой-то песенки, но часто написано «Обработка Варламова». Попробуйте доказать, что это такое. А это не имеет значения. Вот эту тему на карнавале все знали, и знали текст. КОНЕЦ КОНЕЦ На карнавале под сенью ночи вы мне сказали «Люблю вас, отчет». На карнавале вы мне шептали, да-да, шептали, я вас люблю. Был я тронут нежной лаской, но поймав коварскую глаз, Снял я с вас мгновенно маску. А для того, чтобы показать, что мы всё знаем, мы всё можем, он записывает пьесу, чисто инструментальную, которая называется «Дикси Ли». Ну, конечно, мы вспоминаем, что это «Дикси Ли», наверное, да, «Дикси Ли». В то же время это, может быть, какая-нибудь «Южная Ли» имя женщины. Точно, опять же, нам это неизвестно. Но самое главное, самое главное, что эта пьеса тоже стала очень популярна. Я вспоминаю виниловую пластинку с двумя номерами Варламова, которую я встречал в каждом доме, где любили танцевать. На одной стороне была пьеса на карнавале, а на другой стороне – «Дикси Ли». Они шли парой, эти номера. Опять же, это был джаз, как его понимал Александр Варламов. «Дикси Ли» «Дикси Ли» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Горанян с оркестром «Мелодия» под названием «В старых ритмах». Там вспомни и Александра Ламова, записана его песня «Уходит вечер» в той оркестровке, которая была Тарламовская, и в новой оркестровке Гораняна звучит, на мой взгляд, настоящий классический свинг, за который ответственно в «В старых ритмах» 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 Продолжение следует...